Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать из города Мурманска и хочу пожелать всем нам плодотворной работы, невзирая ни на что. Вашему вниманию хотела бы представить доклад о проблеме готовности инфраструктуры Кольского Севера к независимой жизни людей с инвалидностью. В современное время в России предпринимается немало усилий по обеспечению независимой жизни для данной категории лиц. Этот процесс начался еще в 90-х годах и продолжается по настоящее время. За этот период изменилось понимание феномена инвалидности. Мы перешли от восприятия его как медицинского явления к социальному. В Конвенции о правах инвалидов говорится о равном праве людей с нарушением здоровья на самореализацию, общение, включение в жизнь местного сообщества, независимый образ жизни. При этом сам независимый образ жизни понимается как право личного выбора человека и сведение к минимуму зависимости от третьих лиц в реализации своих гражданских прав. В Конвенции о правах инвалидов показаны два пути достижения независимой жизни инвалидов. Первый – это путь универсального дизайна предметов, которые удобны для использования также всеми гражданами. А второй путь – это разумное приспособление окружающей среды для особых нужданных инвалидов. В условиях ограниченных ресурсов сегодня широко распространено создание доступной среды также путем доставки услуг к инвалидам. Однако, на мой взгляд, это не делает жизнь инвалидов более независимой, но всего лишь может быть более комфортной и удобной. Создание доступной среды для инвалидов регулируется множеством нормативно-правовых документов, принятых в нашей стране, начиная с середины 90-х годов. Здесь показаны очень малые толика из них. Я хочу остановить внимание большое только лишь на программе «Доступная среда», которая осуществляется в нашей стране с 2011 года по настоящее время. Данная программа направлена на устранение социальных барьеров между средой и инвалидами, ну и также любыми факторами этой среды. Указанные барьеры, как известно, приводят к социальной изоляции, к социальной зависимости, негативно сказываются на качестве жизни людей, на их психологическом самочувствия, на отношении к себе и окружающим, ну и также отношении окружающих к инвалидам. По результатам опроса, проведенного с помощью метода интервью среди инвалидов в 2019 году, была выведена оценка ресурсов социальных сред для независимой жизни этой категории людей. В качестве оценки получен 5,5 баллов в совокупности всех представленных сред. При этом, как мы можем видеть, градостроительная среда оценивается ниже среднего, ниже чем 5 баллов. Инвалиды, характеризуя барьеры градостроительной среды, говорили об отсутствии специальных устройств для инвалидов при входе в свои дома, невозможность пользования многими городскими учреждениями и заведениями из-за их несоответствия требованным доступности, говорили о низких темпах преобразования инфраструктуры, недостаточной реализации в регионе мер по программе «Доступная среда». В рамках данной программы, в частности, отвечали опрошенные, практически ничего не сделано, кроме установки пандусов и так далее. Респонденты указывали также, что успешное участие в жизни общества для инвалидов сегодня возможно только с привлечением сторонней помощи. То есть это указывает на наличие зависимости от третьих лиц, что противоречит принципу независимого образа жизни. Ну, особенно в Мурманской области, в условиях неровного рельефа, снегопадов, неблагоприятных погодных условий. Конечно, без такой помощи очень трудно представить жизнедеятельность инвалидов, их включение в социум. Поэтому с целью выявления уровня доступности объектов инфраструктуры нашего региона на протяжении двух лет, ну и также коллективам и ученых, было проведено исследование в 13 населенных пунктов, 7 городских и 6 сельских поселений, которые в общей сложности охватывали все муниципальные образования нашего Кольского Севера. Причем объекты социальной инфраструктуры в селах были отсмотрены в 100%, в городах был отсмотрен основной массив социальных объектов, ну примерно от 70 до 90% объектов. Объектом наблюдения выступали оборудование входов в здание специальными средствами доступа для инвалидов, предметом их соответствия критериям доступности. Для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Сами критерии доступности определены нормативно-правовыми документами в данной области. По результатам исследований все наблюдаемые объекты были распределены на три группы, доступные, условно доступные и недоступные. Всего было охвачено наблюдением 701 объект по городам и селам, вы распределение здесь видите. Причем часть объектов 266 относилась к категории приоритетных, выделенных в соответствии с программой доступная среда. Ну как в городских, так и сельских населениях данные объекты представлены. Что относилось к ним, можно видеть на этом слайде. То есть часть объектов по программе доступная среда и также наблюдались с нами иные объекты, которые относились к категории потребительского рынка, повседневной или трудовой деятельности людей. В процессе наблюдения во всех типах поселения было выявлено чуть больше 20% доступных объектов, недоступных 65%. Индекс барьеризации объектов инфраструктуры региона без учета типа поселений составил минус 0,44. Среди городских объектов инфраструктуры Мурманской области доступных чуть менее 24% объектов, недоступных 60%. Остальные условно доступны. Среди сельских объектов доступных 6%, недоступных более 86% объектов. Подавляющая часть доступных объектов ориентирована лишь на людей с опорно-двигательными нарушениями. Таких объектов в городах 6%, в сельских поселениях 1%. По итогам сравнения уровня доступности объектов в городах и селах выявилось неравномерное формирование безбарьерной среды в регионе, а также зависимость уровня барьеризации от типа поселения. Индекс барьеризации городов составил минус 0,36, а сел минус 0,8. В городах состояние доступности объектов несколько выше в неприоритетных сферах. Это красным цветом на верхнем рисунке. В селах, наоборот, в неприоритетных сферах. По результатам наблюдения был составлен рейтинг объектов по индексу доступности или в большей мере недоступности. Как мы видим, положительным индексом доступности обладают всего лишь учреждения в трех сферах. Это социальная защита, почтовое отделение и банки. Нейтральный индекс в парке и объекты транспорта и путей сообщения. Здесь имеется в виду здания вокзалов и автовокзалов. Все остальные сферы имеют отрицательный индекс доступности. Эти учреждения в большей мере недоступны на сегодняшний день для людей с инвалидностью. Если рассматривать уровень доступности по сферам жизнедеятельности, как это было рассмотрено на прошлом слайде, и по типам населенных пунктов, то мы увидим, что в городах остаются доступными все те же названные три сферы, а в сельских поселениях положительным индексом доступности обладают еще учреждения здравоохранения. Все остальные сферы, за исключением нулевых, обладают отрицательным индексом. Причем, если мы посмотрим, оранжевым цветом показан уровень доступности и недоступности сельских поселений, мы увидим, что много сфер в селах абсолютно недоступных ни в одном из отсмотренных объектов. Это почтовое отделение, магазины, заведения общественного питания, объекта физической культуры и спорта, детские площадки, близкие к недоступности учреждения культуры и прочее и так далее. В городах ситуация значительно лучше, да? Из худшего. Наиболее распространенной проблемой объектов городской и сельской инфраструктуры региона является отсутствие пандусов или несоблюдение требований к их качеству или установке, недостаточность ширины дверных проемов, неудобные двери, дверные ручки, отсутствие перил, кнопок вызова, тактильных полос или табличек, наличие порогов, недостаточность места для коляски перед дверью, ну и так далее. В зимнее время добавляются проблемы отсутствия или несвоевременной расчистки пандусов от снега и наледи, вследствие чего уровень доступности объектов становится близок к нулю. Что касается пешеходной инфраструктуры, то во всех наблюдаемых объектах, населенных пунктах, она лучше всего организована на центральных улицах, это касается и городов, и сел, ну а также лучше в городах, чем в селах, конечно. И так далее. Соответственно, состояние дорожек, тротуаров, дворовых территорий, периферийных улиц значительно хуже, что усложняет жизнь маломобильным категориям проживающих на окраинах. Большая проблема всех тротуаров также это отсутствие съездов с бордюров, в том числе на пешеходных переходах. Ну и надо сказать, что светофоры с звуковыми сигналами оборудованы далеко не во всех городах, и также только лишь на центральных улицах. Дальше я хотела бы вашему вниманию представить ряд фотографий по названным сферам с теми или иными моментами их недоступности. И те проблемы, о которых я уже сейчас проговорила, я проиллюстрирую. Ну вот, например, на данном слайде мы видим образовательные учреждения, которые занимают низкий уровень в рейтинге, и многие, как вы видели, в гистограммах данные учреждения недоступны, как и многие другие. Что касается учреждений дополнительного образования, 100% отсмотренных учреждений данного видного в этой сфере недоступны в Мурманской области. Но здесь вы видите детскую школу искусств, лингвистические центры, которые не предназначены для инвалидов. То же самое детская художественная школа, детская музыкальная школа. Здесь на фотографии детская художественная школа. Не видны ступеньки, но они есть. Прежде чем подойти к этому ровному входу, есть ступеньки и отсутствует пандус. Сельский дом культуры, районный центр культуры, и в городах, и в селах учреждения культуры также занимает очень низкий рейтинг по индексу доступности. Центральные городские и сельские библиотеки. Мы видим, здесь нужно подняться по ступенькам, на нижнем правом, правой фотографии спуститься. Здесь, это село Корзунова, нужно подняться на лестничный пролет, на первый этаж, на высокий первый этаж по лестницам. В принципе, без помощи это сделать невозможно. Что касается спортивных объектов, на сегодняшний день они в регионе малодоступны для людей с инвалидностью. Несмотря на то, что встречаются очень хорошо оборудованные площадки, стадионы, ну и прочие объекты для занятий спортом, но подойти к ним нет никакой возможности, особенно и в летний период, и в зимний период. Слева вверху на фотографии мы видим спортивный комплекс олимпийский, не для паралимпийцев, и плавательный бассейн со ступеньками. Что касается магазинов, то чаще доступны являются сетевые магазины, хотя и здесь встречаются исключения. Несетевые магазины почти 100% недоступны в регионе. Но вот здесь представлены сетевые, например, семья, улыбка радуги, спар, они недоступны. В семье мы видим вверху слева есть вроде бы пандус, но он не пригоден для использования. В зимний период очень интересные фотографии у нас. Это, я думаю, слева фотография. Скорее всего, даже не пытались зимой расчищать пандус. Конечно, он в зимнее время не пригоден для маломобильных категорий инвалидов. Здесь другая ситуация. Это магазин «Пятерочка», пандусом пользуется. Но мы понимаем, что самостоятельно инвалид-колясочник не сможет проехаться по этому пандусу из-за снега. Нужна помощь. И, скорее всего, здесь мамочки с детскими колясками ходят. Но нужно прикладывать неимоверные усилия, как мы можем видеть. Что касается учреждений здравоохранения. Здесь представлены городские поликлиники детские. Город Апатиты, город Североморск. Они недоступны ни для мамочек с колясками, ни для людей-инвалидов. Но вот городская поликлиника, я неоднократно водила сюда своих детей, когда они были младше, конечно. Я знаю, что нужно подняться еще несколько лестничных пролетов, пройти, чтобы оказаться в гардеробе, ну и далее, чтобы посетить врачей. Абсолютно недоступны. Аптеки 100% недоступны в регионе для инвалидов. Также мы можем это видеть на фотографии. Почтовое отделение. Скажу несколько слов. Почтовое отделение имеет собственную, ну почта России имеет собственную программу, доступная среда. И в рамках этой программы много чего сделано. Прежде всего в городах, как мы могли видеть, на положительный в целом индекс. Но в сельских населенных пунктах пока эта работа не ведется, 100% недоступных объектов. Как также мы можем здесь видеть, тут не только сельские, справа это фотография в городе. Банки. Такая же история. Сегодня много чего делается в плане доступной среды для инвалидов и маломобильных категорий. Ну еще, конечно, этот процесс в середине пути. Здесь представлены недоступные объекты Сбербанка и Росбанка. Сфера услуг. Занимает очень низкие позиции в рейтинге доступности. Очень мало сегодня доступных учреждений. Абсолютно разнонаправленных. Но везде одна и та же проблема. Вот на верхней фотографии мы видим кафе. Это город Апатиты. Джунгли. И если присмотреться и увеличить фотографию, то мы увидим препятствия на пути следования от пандуса к дверям. Здесь стоит урна и мусор. И, конечно, инвалидная коляска не пролилет, если это препятствие не убрать. Поэтому мы можем говорить также о некой формальности. Прочие объекты. Здесь представлены здания ЗАГСа, город Мончегорск. Верхняя фотография. Не уверена, что задумывались пандусы. Ну а если рассматривались вот эти скосы как пандусы, то, конечно, критериям никаким они не соответствуют. Нет перил, скользкая плитка, растет дерево самостоятельно. Если инвалид-колясочник захочет посетить этот объект, он это сделать не сможет. Очень узкие, да, к тому же. Что касается здания полиции. Здесь есть кнопка вызова, есть пандус. Но, как я уже говорила, основная проблема еще в зимний период это не расчистка или не своевременная расчистка пандусов от снега. Более того, чтобы подобраться к этому звонку, нужно как-то вот тут может быть и можно было бы проехать. Ну тут насык. Здесь с крыши свисают сосульки. Целый ряд сосулек. Очень опасно. Поэтому можно говорить о том, что в зимний период это здание недоступно, как и многие другие. Здание администрации и здание прокуратуры здесь на этих фотографиях представлены. К моему удивлению, даже в городах, во многих районных городах здание администрации недоступно для людей с инвалидностью. Организация сферы услуг. Перескочила фотография, но опять вернемся к ней. Здесь солярий, высокие ступеньки. Не подняться. И с помощью довольно трудно. Здание гостиницы «Металлург» было от Мальчебовск. Это город Заполярный. Это парикмахерская. Тоже недоступно. Детские площадки. Конечно, в регионе их огромное количество, самого разного толка, направления, качества. Начиная от таких, как на верхней фотографии, каких-то элементов детской площадки, которая, конечно, недоступна. Ну и заканчивая, наверное, левой фотографией, хочу сказать, что это единственная площадка, на которой есть пандус, чтобы на нее войти вот с этой стороны, где я показываю стрелочкой, от дома. Но мы понимаем, что инвалидные коляски здесь по гравию просто нет возможности проехать. А более того, не приспособлены объекты для независимого пользования ими. Нужно как-то подняться. Ну и, конечно, крайне не рекомендую пользоваться этой площадкой, потому что съезжать в данном случае с горки крайне опасно. Если ребенок ударится об камень, в любой части тела. Поэтому недоступна данная площадка. Ну и мы также видели, что в рейтинге доступности детские площадки повсеместно проседают в регионе. В зимнее время ситуация еще более осложнена. Ну вот как на этих фотографиях, когда все объекты засыпаны, и невозможно пользоваться, нельзя даже пройти сквозь эту площадку. Что касается пешеходной инфраструктуры, дорожки, переходы, тротуары. Здесь мы видим отсутствие бордюров, о которых я говорила. Здесь мы видим отсутствие ровного, без ступенек проезда. Но люди протоптали уже себе какую-то тропиночку. Нижняя фотография слева показывает такой импровизированный пандус, засыпанный цементом, песком. Но хочу сказать, что от этого доступным этот объект не стал. Он стал, на мой взгляд, еще более травмоопасным. Таким образом, подводя итог, повторю, что в Мурманской области барьеры для инвалидов существуют во всех сферах деятельности. Процессы преобразования социальной среды неравномерны в зависимости от типа поселения и близости объектов к центру поселения. Уровень доступности среды для инвалидов в городах в два с лишним раза лучше по сравнению с сельскими поселениями. Общий индекс барьеризации я уже называла. Подавляющее число объектов большинства сфер жизнедеятельности недоступны для людей с инвалидностью. Особенно для лиц с нарушениями зрения и прочих категорий людей. На этом я свой доклад заканчиваю. Хочу сказать, что я не ставила целью показать мой родной регион в таком невыгодном свете. Но думаю, что вы меня понимаете. И, наверное, во многих периферийных, особенно регионах, проблема недоступной среды стоит достаточно остро. Но я убеждена также, что если мы будем закрывать глаза и не станем честно смотреть на ситуацию и адекватно ее оценивать, то, конечно, мы не сможем построить и приблизить эту самую доступную среду. Всех вам благ, здоровья. И если будут вопросы, я попытаюсь ответить всеми средствами, связями, которыми я располагаю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok